Девушки отдыхают Меня зовут Рюя Рюя или Гие? Какая разница? Ну да, может быть и Махмуд, верно? Во всяком случае, после того, как вы попали в аварию, я обошла все больницы, чтобы проведать вас. Я думала, это все по-настоящему. Ты сумасшедшая. Не так ли, Мерчан? Мердер Мердер? Как смешно. Я не сумасшедшая. Просто я была совсем маленькая. Я думала, что с вами что-то случилось. Официант, повтори-ка. Ну, господин Ангин, почему бы вам больше не пить? Наверное, поэтому жена ушла от вас. Забудьте о фильмах, но куда мы поедем сегодня вечером? Какой план, ребята? Обычно мы домой едем вечером. О, домашняя вечеринка, да? Есть одно отличное место, где тусуется наша съемочная группа. Но одиночек туда не пускают, Мерчан. Теперь мы будем тусоваться с Реей. Почему бы вам сначала не научиться тусоваться, как нормальный человек? Какого черта? Посмотри на меня. Ты думаешь, я не знаю, что ты задумала? Здесь пятьдесят таких цыпочек, как ты. Знай себе цену. Эй, парень, убери руки. Секунду, Мердер. Секунду. Ты за кого меня принимаешь, а? За кого принимаешь, курица? Назвали тебя известным, восхищались, а ты грубиян. Курица, ты не можешь играть с моими мечтами, ты понимаешь? За кого ты меня принимаешь? Веди себя прилично. Прилично, слышишь? Что ты за человек такой? Маньяк. Маньяк, я тебе не позволю. Ты не можешь играть с моими мечтами. Отпусти меня, слышишь? Я тебе... Я тебе это приговорю. Тебе не стыдно позорить меня посреди ночи, перед парнем, которого ты не знаешь? Боже мой, мы потерялись из-за меня, мы заблудились, но... Но я такой умный. А ты? Если бы ты не рассказала ему, как именно мы заблудились, мы бы не углублялись в эти подробности. Я не буду с тобой возиться среди ночи. Все, что я хочу, это отдохнуть. Это моя комната. Спасибо. Вот, мэм. Дайте мне ключ. Это я хочу побыть один, если это возможно. Боже, открывайся. Пожалуйста. Да. Он будет один. Ты должен быть один. Оставайся один. Она хочет отдохнуть. Это я хочу отдохнуть. Боже мой. Ты восхищалась этим парнем? Не так ли? То есть, если ты его ненавидишь, доставка прямо на кладбище Караджахмет. А, ну вот, посмейся немного. Тебе идет улыбка, красивая. Хочешь еды? Нет. Я в шоке. Честно, я в шоке. Я на секунду отвернулся, а ты сразу же дала ему пощечину. Очень жаль. Нет, не жаль. Он это заслужил. Дракула по вызову, негодяй. С твоим плечом все в порядке? Я не повредил его, когда тянул тебя. Вот здесь. Перелома нет, потому что если бы был, ты бы не смогла дотронуться. Делай сама. Хорошо. Не спеша. Массируй медленно. Если бы ты не сделала, я бы ударил. Правда? Конечно. Пускай я всего лишь писатель, но все же поставлю на место негодяя, когда это нужно. Чтобы он знал, манеры прежде всего. Стыдно. Очень. Да. Лучше бы я никогда с ним не встречалась. Лучше бы он всегда был, как в моих мечтах. Ага, конечно, конечно. Потом, не зная этого, украшала бы стены каким-то извращенцем. Ай. Не дай бог правду говоришь. Лучше никогда не встречаться со знаменитостями. Волшебство уходит. Смотри. Знаешь, что лучше на самом деле? Любить издалека. Могу я тебе открыть секрет? Любовь. В основном это дело одного человека, понимаешь? Как это? Это как... На самом деле я вроде как коробка с болью. После того, как я стал гуру любви, я слышал очень много случаев. На самом деле, несчастье происходит всегда, потому что одна сторона любит больше. Великая любовь делает нас несчастными? Ну, выигрыш и тот, кого любят сильнее, становится разбалованным, жалость, не льсти. Это плохо. Очень. Верно. Точно. Это слишком плохо. Мертер, я хочу тебе кое-что сказать. Что? Дорогой. Слушаю. Я имею в виду, на самом деле у меня нет парня. Я проявила гордость и соврала тебе. Ты серьезно? И у меня тоже. В порыве гнева, когда ты сказала, что у тебя есть парень, я соврал. Как это? Это глупо. Почему мы вдруг соврали друг другу? Я не знаю. Ты сказал, и я тоже. Ладно. А как это называется в психологии? Уверена, ты знаешь? Конечно, знаю. В психологии ответ на этот вопрос на самом деле... На поверхности... Я ничего не придумал. Я понятия не имею, как это называется в психологии. Не смеши меня, ты шутишь. У этого нет научного названия. Я обязательно что-нибудь найду. Ну, знаешь, психология. В такой поздний час уже сложно говорить о таких непростых вещах. Фрейд человек, Мертерт и Кенсой тоже человек. Как это назвать? Я не знаю. Психология дело такое. Добро пожаловать. Спасибо. Я проголодалась. Вот. Я пришла. Можем посидеть вместе, пока не принесут твой заказ. Благодарю. Боже, я так голоден. Почему ты раньше не достал этот ключ? А разве это плохо? Мы занялись потом. Я спрошу. Я очень голодна. Что тут есть? Джам? Джам, что ты делаешь? Чшш, не называй меня Джам. Мне конец. Мне конец. Они еще не уехали? Не уехали, значит, не уехали. Ради бога. Успокойся, малыш. Джам? Джам? Что? Мы что, собираемся провести остаток жизни здесь? Откуда мне знать, черт возьми? Мы пойдем, когда они уйдут. Эй, брат, можно тебя? Нам немного скучно. Мы с подругой хотим вернуться в комнату. Как отсюда можно выйти? Сюда, пожалуйста. Ты шутишь? Мы это видим. Неужели нет другого выхода? Нет, господин. Ну, спасибо. А нет уж. Я не собираюсь их ждать. Дырья, что ты делаешь? Сестренка, я возьму на две минуты, поиграю и верну его. Джам? Джам, что ты делаешь? Остановись. Отдайте мне мою дочь. Отдайте мне мою дочь. Хватит. Резмия. Ну, как в церкви уже, честное слово. Я не понимаю, не понимаю. Я не понимаю, что это такое, Резмия. Я не могу понять, что значит ты забыла оплатить счет за электричество. Где это видано в этом доме? Ты хочешь, чтобы я это делал? Я не буду ходить на работу. Я займусь стиркой. Может, мне испечь пирог и заняться домом? Это что, дорогой Бикер, разве такое возможно? Не сердись. Я завтра утром пойду и оплачу электричество. Я заплачу. А как же ты его оплатишь? Мы опустошили твою банку на кухне, на платье. Молчи. Тебе жить надоело? Вот. Видишь? Было одно удовольствие смотреть телевизор. Этого тоже нет. Лучше сидеть, сложа руки. Давай посидим. Вот. Давай. Вот так. Ты прав. Они отключают все одновременно. Вот. Бессовестные. Можно же было хоть немного для телевизора оставить. Они такие бессовестные, Резмия. Они такие, не так ли? Знаешь, может взять чашку и пойти к соседям? Попросить отсыпать немного. Что? Электричество. Нет. Меня током ударит. О! Что? У нас есть радио на батарейках. Ай, ты моя умница, детка. Какая же ты умная. Посмотри в шкафу. Теперь все будет хорошо. Мама, здесь нет. Ай, забыла. Забыла. Вот. Вот. Возьми. Вот. Займись этим. Боже мой. Держи его. Давай, челось. Давай. Давай, сделай и погружай. Мать стоит, дочь. Сводите меня с ума. Мама, я узнала любимый десерт Азана. И собираюсь приготовить его, чтобы произвести впечатление. Ну, как? О, боже, что за десерт? Молчи. Твой папа уже превратился в разрыхлитель. Видишь это? Если бы ты была беременна, я бы сказала, что тебя на это потянуло. Но не дай бог. Я не знаю, как ты додумалась до инжирного пудинга ночью. Ай, не спрашивай меня, сестра. Я просто рассказывала Нурдома вот так. Твоя тетя так вкусно готовит. Смотрю, слюнки текут. Но ты же меня знаешь. Я слаба в этих десертах. К сожалению. Только в десертах? М-м. Ты даже не знаешь, как разбить яйцо. Сестра. Что, сестра? Помнишь, как снесла кухню в своем первом доме? Превратила ее в гостиную. О, ну это было так красиво. О, это красиво. Как эта девочка выросла, ей-богу. Нет, благодаря тете. Благодаря тете, королева сестер. Да ладно, не машь меня маслом. Вот, держи это. Перемешай. Бери, дочка, делай. Сестра, а можем сделать два? Два подноса, чтобы один я забрала с собой. Да ты что, ты серьезно? О, боже, в такое время. Нур, иди, девочка, иди. Посмотри, как я делаю. Твоя мама ничему тебя не научит. Учись, девочка. Это что, Нур? Я просто запишу это на планшете. Детка, только не на планшете. Ты будешь писать здесь. Хорошо, милая. Она слушает теорию. Пишет на планшете. Не правда ли, красавица? Сестренка, ты делаешь на козьем молоке, да? Просто он так любит. Кто так любит? Я, Нур. Знаешь, как ты всегда говоришь, лучше получается с козьим молоком, так? Конечно, я всегда использую козье молоко. Вы все знаете, все знаете. Господи, только теория. Отлично. Практики ноль. Не так ли? Сестра. Большое спасибо. Я думал помочь тебе, но не смог. Нет, дорогой. Ты совершил доброе дело. Сегодня я узнала, что не все мечты красивы. Но мечтать все равно прекрасно. Какие ногти у этого маленького? Это ногти его матери, дорогой. Я не верю. Неужели все это происходит из-за тебя? Из-за меня или из-за тебя? Слава богу, она поверила в нашу историю. Благодари меня. Если бы я не сказала, что мы убегаем от моего брата, она разорвала бы тебя на части. Почему они до сих пор здесь? Почему они все остаются здесь? Повернись. Алло? Алло! Где вы, черт возьми, находитесь? Не спрашивай, Джем. Много что произошло. Колесо спустило. Мы застряли на дороге, заблудились. Сейчас мы находимся в отеле Вагве. Хорошо. Ой, Кью сказал, что вы попросите о помощи и вернетесь. Да, но дело в том, что в это время невозможно найти мастера, поэтому пришлось остаться. Приезжай, брат. То есть вернитесь как-нибудь? Попросите машину, группы или что-то в этом роде. Не знаю. Джем, мне не доставляет удовольствие торчать здесь. Но мы не можем. Выйдем рано утром, возьмем суде, группу и... Вернемся. Ладно. Только не задерживайтесь. Подожди, Дрия. Ой, Джем! Большое спасибо, Мирьем. За что? Что приняла мое приглашение. Ты мне не отказала, спасла ситуацию. Не смеши меня. Спасибо, что пригласил. Пожалуйста. Ах, брат. Благодарю за вечер, Мирьем. Мы хорошо провели время. Добрых снов. О, доброго вечера. Ребята, откуда вы в такое время, а? Мама? Уже почти ночь. Сестра, они уже взрослые. Скоро вернутся. Почему ты так волнуешься? Клянусь, я родила троих детей, чтобы они были моими спутниками. И ни одного здесь нет. Я не знаю, что делать. Ай, боже мой, где же они на самом деле? Клянусь, одна работает. А где остальные? Я сейчас позвоню. Не надо, не звони. Давайте сделаем вот что. Проверим грецкие орехи. Нур, ты измельчила со скорлупой? А что, надо без? Нет, Ферин. В десерт кладем только ядро ореха. Сестра. О, Господи, даруй мне мудрость, чтобы я могла раздать ее людям. Я отдам ее. Ай, боже мой. Ай, боже мой, молоко. Ай-яй-яй. Сестра звонит. Привет, сестра. Сестренка, уже поздно. Разве ты не едешь? Сестра, мы не можем вернуться. Разве мама не говорила? Я маме звонила. Нет, она не говорила. А почему ты не можешь? Не смей, сестра. Не надо. Ты не можешь там оставаться. Я тоже не горю желанием. Просто, скажем так, мы заостряли. Посмотри на меня. Азан тоже там? Я имею в виду. Сестренка, не волнуйся, а я вернусь завтра. Ладно, ладно. Береги себя и смотри на меня. Если что-то случится, мне плевать, где Агба. Я приеду, хорошо? Ладно, ладно, сестра. Все, целую тебя. Дневник капитана. Тема... У нее была встреча с человеком, которого она... Он ей совсем не понравился. Интересно. Почему он ей не понравился? Может, она сравнивает его с кем-то? О, да. Разве объект не прекрасен? Я не знаю, капитан. Неужели я сам объект? Что происходит? Ну, наши сердца превратились в базар. Мне так не хватает покоя. Во мне как будто звучит музыка. Ля музыка. Ах, надеюсь, это яйца. Так, дочка, набрай сюда этот свет. Мама, батарейка садится. Что это за свет? Как в туалете, он такой тусклый. Хорошо. Отлично. Дай молоко. Мама, оно в гостиной. Не болтай, дай мне молоко. Мы их не послушали. Может, послушаем сейчас? Давай. Давай. Привет, ребята. Это снова мы. Присядем? Хорошо, садись. Что, играем? Давай спросим новых. Знаете, она... очень красиво поет. Вы так хорошо играете на самом деле. Продолжайте. Давай, не стесняйся. Ладно, тогда... Вы знаете словно чужой Сэзэн Аксу? Конечно, я знаю. Хорошо. Сэзэн Аксу? ШУМ otherwise будет нефандить свою на мою. Замосно рубицу, тесните続и, … …тогали можно архиття angef Carl миллюк Τерин. Вы видите словно русские ветры, associated стримойography и темица. Он у всех же играет и тут детей! Продолжать мои счастливы, системой жизни шмацарт моей ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, они уезжают Подождем немного и уедем отсюда Тогда у нас будет больше времени Так, хватит адреналина Мы выйдем отсюда Подожди полтора часа Все готово, господин Азан Но не забудьте отремонтировать Запасное колесо в Стамбуле Хорошо, большое спасибо Пожалуйста Это вам Большое спасибо Хорошего дня Хорошего дня Пойдем Чегла звонит Да, Чегла Да, мы возвращаемся Азан, Судея сошла с ума Она сказала, что искусная Она едет в Стамбул прямо из отеля Ладно, я с ней поговорю Мы все равно думали поменять локацию Да Судея надоело ждать, да? И она сходит с ума Она вернулась в Стамбул Сейчас мы едем прямо в офис Давай Любовь моей жизни Талисман моей жизни Где ты была? Стол для завтрака Грустно ждет тебя У меня нет аппетита, Аналу Я подавлена, подавлена Да, мой султан Как бы ты себя не чувствовала Давай покончим с этим Ну ты же знаешь Мало того, что Джем Отдал книгу Зерин IQ Захватила Джема И не только Как будто Мало того, что Мой собственный сын Джем Сбежал от меня А тут еще Эти девчонки Нур И Севта Азан и Джем Умные мальчики Ничего не будет Это Семья Зерин Вот Как они захватили Нашу семью Грузовик С женщинами Ты не знаешь На что способны Женщины А я знаю По себе По себе Со мной Случалось Всякое Унал Это Это как паутина Как будто Паутину Они Окружили Опутали Нашу семью Так что же нам делать? Я знаю Что делать Начну С самого Опасного Во-первых Надо избавиться От этой Ой-кю Смотри Смотри Сколько Необычно Да Это Довольно Необычно Да Необычно Ради Радио Включим Чтобы не было Критика Хорошо Да Включим Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Ой, Кью, я благодарю тебя. За что? Потому что очень прекрасно. То есть, это была очень полезная командировка, и ты мне очень помогла. Признай, что я хорошо справляюсь со своей работой. Скажем так, у тебя неплохо получается. Ну, скажем так. Я пойду. Я пойду. Увидимся. Да, матушка Джанана. Азан, где Джем? Уйди. Не знаю, где. Вот. Поэтому я и спрашиваю. Я хотел оставить его при себе, но ты дал ему работу. Он ушел. Я дал ему работу? Азан, почему ты повторяешь все, что я говорю? Он не вернулся домой вечером. Я звоню, он не отвечает. Он думает, что я больна. Но нет. Нет, 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 нет. Хорошо, не волнуйся. Я найду его. Успокойся. Найди, Вазан, найди. Ну, бра, Вазан. Вместо того, чтобы сказать, твоя мама больна, оставайся с ней дома. Ты отправляешь его на работу. А, теперь это Азан. Наверняка мама его подрядила. Любовь моя, ты большой мальчик. Ты все еще беспокоишься о том, что скажет мама. Ладно, молчи. Алло, Джем, где ты? Я уже в пути. Ты сказал маме Джанан, что я дал тебе работу. Она меня отчитала, где ты был. Ночью мне стало скучно. Я поехал погонять на машине. Потом я остался у друга и все. Если ты решил скинуть все на меня, ты должен был предупредить. Или хотя бы ответить на ее звонок. Не перегибай. Я что, ребенок? Чтобы с тобой не обращались как с ребенком, не веди себя так. Ладно? Когда ты приедешь в офис, мама Джанана ждет тебя там. Заеду домой, переоденусь и буду через полчаса где-то примерно. Вот об этом я и говорю. Покажи свой характер. Он даже не твой родной брат, а как будто пытается тебя задавить. Дырья, ради бога, заткнись. Зачем я вообще послушал тебя? Ты так мало знаешь. Ты ни с кем не можешь быть таким, как со мной. Молчи и поднажми. Я опаздываю. Я просил тебя остановиться подальше. Ты снова остановилась перед домом. Хочешь, чтобы я держалась подальше? Молчи и подальше. Молчи и подальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Подписывайтесь на наш канал!